Нот конкретно на участке по Николаевке, конструктивом предусмотрено фрезерование, потом фрезерованный материал завод возится на завод, грунто-смесительная установка смешивается с щебеночно-печеной смесью, укладывается регенерационный слой 20 см, сверху у него укладывается выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона 10 см, и сверху, ну вот вы можете уже наблюдать, такое 5 см щебеночно-мастичный асфальтобетон, это уже в верхнем шаре, ну тут 4,7 км в верхнем шаре, ну вот представитель может рассказать компании больше. Вот то, что ехали перед Павлоградом, это еще дорога была. А здесь ее вообще не было? Здесь ее вообще не было, да, в этом году провели тендер, общая стоимость, у нас тут три лота, общая стоимость 530 миллионов гривен, на сегодняшний день из выделенных денег было только 180 миллионов, а выполнили уже у нас на 150 миллионов, то есть плюс больше даже у нас, оперативно уже больше. А, значит получается, да, автоматизировал дил. Если сделать все 30 км, то совершенно что-то по-другому. Плюс, мы проезжали, вы видите, там 2 мостовые конструкции, 2 путепровода, на самом деле, бельных дорог, на мостовое хозяйство тоже сюда ушли эти 3 путепровода, и, соответственно, у них выполняется работа, там, в основном, они выполняют работу и предприятия МОЗ-Тройком. Ну, идут чуть-чуть, буквально, они отстают от дорожников, но, в принципе, и не отстают, да, потому что все равно, как бы, работы такие взаимосвязанные. 30 км здесь у нас под реконструкцией, будут карты. Знаки, знаки, барьерное впреждение, остановки. Там, может, в основном, где заезд в основном пункт, это что-то было в Алтарской области уже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стой 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...